Смертельная авария произошла на этом перекрестке. 85-й километр трассы Краснодар-Ейск. Две женщины с детьми возвращались домой с станицы Брюховецкой в Батуринскую, но на повороте в них врезался КАМАЗ. Сейчас на месте ДТП уже все убрали. Машины растащили, а асфальт помыли. Обе женщины и одна из девочек скончались на месте. Вторую 13-летнюю госпитализировали в районный центр. Но травмы были несовместимы с жизнью. Через несколько часов ребенок скончался в реанимации. Отец погибшей Татьяны рассказывает, в тот вечер она возила дочь на занятия. Маршрут привычный. Двоюродные сестры сопровождали девочек три раза в неделю, но в этот раз домой они не вернулись. КАМАЗ не уступил дорогу. Она с Брюховецкой ехала, она сюда, с стороны Батуринской, поворачивала на Тимошелок. И прямо на перекрестке. С кружка везла, да, вроде? Она занималась девочками в секции? Да. Мы возим. Иногда я вожу, иногда она. А чем занималась? К художке. И на волетбол ездили. Вот это не с волетбола ехали. Женщина работала в администрации станицы. Ее коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся. И к коллективу, и к жителям поселения Татьяна очень много проводила во время работы и общалась с населением. Она очень добрая, хорошая женщина была. Только хорошие и светлые воспоминания останутся у нас о Татьяне. Вторая погибшая Светлана преподавала математику в местной школе. Педагоги вспоминают о ней с теплотой. В честь учительницы и двух школьниц организовали памятный стол. Делала все для своих детей. Абсолютно. Даже невозможно. Кружки самые лучшие. Бесконечные поездки. Вот эти поездки как раз занимаются нужным делом. Любят своих детей. Они образец. Образец для всех нас. Дочь ходила в ее класс. Была веселая, добрая. Учезарная девочка. Участвовала всегда во всех мероприятиях. Дети понимают случившееся, осознают. Никто не бегал, не кричал сегодня в школе. Жители Батуринской жалуются на проблемный участок дороги. Говорят, бьются там часто. Проблема не решилась даже после установки светофоров. В момент аварии, по предварительным данным, водитель КамАЗа не уступил дорогу легковушки при повороте налево. Известно, что он вез зерно из нового села в Новороссийск. Мужчина был трезвый. Виновника аварии взяли под стражу. Следственный комитет завел уголовное дело. Водителю большегруза грозит до 7 лет лишения свободы.